Добрый день, уважаемые гости и зрители канала Наша Жизнь. Для того, чтобы наши перепелки регулярно несли плотные яйца, для того, чтобы они у нас выглядели вот так вот, достаточно оперенно, не облезло, чтобы у них не было проблем с расклевом в том числе, чтобы у них было как можно меньше пыли, необходимо особым образом готовить еду. То есть недостаточно использовать только один комбикорм. И сейчас я вам как раз покажу о том, какую пищу я использую для своих перепелок. Итак, что из себя представляет сбалансированный корм для перепелов? Ну, во-первых, основу корма составляет комбикорм. Ну, говорят о том, что есть специализированный комбикорм для перепелов, но я проживаю в той местности, где он, собственно, в открытой продаже не применяется, а заказывать через интернет выйдет очень-очень дорого, поэтому методом проб и ошибок подбирали обычный комбикорм для кур и сушек для домашней птицы. Но здесь вот хочу обратить внимание, существуют разные виды комбикормов. Вот здесь у меня такой продолговатенький комбикорм. Вот его кушать они просто-напросто не стали, он в основном у нас оставался. А вот такой комбикорм средней длины они едят довольно-таки хорошо. Поэтому вот сейчас я беру такую низку, обычно я ее составляю на 2-3 раза кормления. И буквально вот 5-6 черпачков основных составляю именно из этого комбикорма. Помимо этого у меня есть еще и размол зерновых культур. То есть здесь у нас пшеница, ячмень. Один такой черпачок вот этого зернового размола я сюда также добавляю. Помимо комбикорма, помимо перемолотого зерна, сюда еще и добавляю, давайте вот с этого пакетика начнем, зерна размолотой кукурузы. Один черпачок. Скажу честно, если давать ее отдельно, то едят они ее не очень хорошо, но тем не менее именно размолотая кукуруза им необходима в качестве витаминной добавки. Помимо этого, один черпачок добавляю размолотых ракушек. Это необходимо для плотности яйца, который они у нас несут. Ну и еще что нам необходимо, это витамины, которые они должны у нас получать. Это рыбий жир. Рыбьего жира буквально добавляем на глазок, на данную чашку-ложку добавляем приблизительно столовую ложку, полную столовую ложку. Если добавлять гораздо больше, то это может привести к повышению агрессивности наших перепелов, что нам совершенно необходимо, они у нас начнут драться, их кожа придет в разрушенное состояние. И помимо вот этого рыбьего жира, мы сюда еще добавляем немного, буквально тоже столовую ложку размолотой скорлупы. Это может быть как яичная скорлупа, так и скорлупа с самих перепелов. В данном случае это перепелиная скорлупа. Она также добавляется и в качестве витаминной добавки, и в качестве уплотнителя для яиц, как источник кальция. Теперь вот эту всю нашу такую консистенцию мы должны тщательно перемешать до однородной массы. Итак, мы перемешали наш корм, и обращаю внимание, что он у нас стал такой немножечко как бы макроватый. Уже вот этих вот пылинок, которые применяли, нет. И такая пища, с одной стороны, будет сбалансирована, с другой стороны, она сама по себе будет давать, ну, фактически, очень маленький процент пыли, который является одним из серьезных недостатков для содержания перепелов в домашних условиях. Поэтому вот такой набор питательных веществ и такая консистенция является очень хорошим основанием для того, чтобы у нас уменьшалась пыль в помещении. Ну и плюс это, конечно же, сбалансированный корм. На этом пока все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...